Приветствую вас. Вы пишите, что, значит, в этом году вы впервые встретили парня, к которому вспыхнули чувства. При этом вам 26 лет, и до этого взрывных отношений у вас не было никогда. Вы даже раньше не целовались никогда. При том, что вы живете не в России, а в другой стране, то есть вы иммигранты. Вот, оба, уникает вопрос к вам, а чем вызвано такое вот поведение, что в 26 лет у вас не было ни одного мужчины, и вы даже никогда не целовались. И выбрали вы мужчину, ну, старше себя на 5 лет. Это не такой большой, конечно, большой возраст, не такая большая разница, но, тем не менее, все же, он старше вас, и вот чем обусловлен ваш выбор. Понимаете, если вы спрашиваете у нас о том, вот, переезжать ли к парню через 4 месяца на решение, я почитал ваш вопрос, почитал ответы коллег. Вот, например, одна коллега пишет вам, что переезжать не стоит, надо переезжать только после года. Другая коллега, напротив, говорит, как вот вы можете спрашивать об этом нас, если вы сами этого хотите, мы не можем за вас принимать решение. А третий коллега вам говорит, что вы не можете принимать решение сами, и при этом, если вы хотите человеку узнать вообще-то, вам надо с ним определенно пожить. Вот. То есть, это вот очень много действительно точек зрения, и я вам предлагаю серьезно подумать о том, как бы вы могли сами вот вообще определить, чего вы хотите в этой ситуации. Значит, ну, про работу понятно. Вот, то есть увидимся раз в 2-3 недели, это очень мало. Для отношений. Обычно я приезжаю к нему, так как он снимает квартиру, а я комс в комнату. Ну, это понятно. На шале отношений я выражал желание, чтобы он приезжал, а он приезжал. Но был то дождь, то поцеловаться хотелось, а неудобно в общественных местах, все-таки нам уже не по возрасту как-то не положено. Откуда вот такое? Кто сказал, что не положено вам по возрасту? Откуда у вас эти комплексы? Это у вас комплексы или у него комплексы? Понимаете ли вы, что таким образом вы не принимаете себя? Или кто-то из вас не принимает себя? Вот эти вот зашимы, которые проявляются в том, что вам не по возрасту, как-то неправильно, это вот и является ссытью проблемы. В общем, он очень серьезно-серьезно настроен, ждет и говорит о будущем, кто хочет его за мной, о детях, приезжать к нему. А мне кажется, рано, всего 4 месяца вместе. Ну, знаете, может быть и надо, конечно, может быть. Но мне бы хотелось, чтобы вы постарались для себя подумать, вот о чем. Дело не в том, рано или нет. Дело немножко в другом. Дело в том, почему вы считаете рано. Чем вы можете аргументировать свою позицию? Просто убеждение, желание проверить человека, желание понять, насколько он к вам серьезно относится. Но тогда вы рискуете его потерять, потому что вы видите, здесь мало, ему нужно больше, и женского внимания, женской ласки ему явно не хватает. Та же, как и у вас мужского внимания и мужской ласки, я полагаю. Если же вы чего-то боитесь, если у вас есть, опять же, тот же комплекс, о котором я уже говорил, то с ним нужно работать отдельно. Мы оба очень расстраиваемся, когда на расстоянии, то он мне сообщение не написал, то еще что-то. Правильно, потому что любые отношения на расстоянии, они очень сложные и тяжелые для людей. Действительно ли рано переезжать, ведь мы друг друга толком не знаем, а лучше узнать поближе. А как вы узнаете друг друга поближе, если вы видите всего два-три раза в неделю? Ну вот если бы вы увидели чаще, если бы вы больше времени проводили вместе, вам можно было бы сейчас. А так, для вас единственный способ узнать друг друга поближе, это 6 месяцев, потому что вы работаете, он работает. Нет возможности встречаться чаще. Если у вас есть возможность узнать друг друга поближе другим способом, используйте ее, а так у вас не видно других вариантов. Правильно ли я думаю, что переезжать через год-полтора в лучшем случае? Нет, я полагаю, что нет, потому что это какая-то норма, какие-то правила, то есть тут обязательно год прошел, все, можно приезжать. Но вы сами подумайте, выделите ли мужчины с вами встречаться в втором году, в каком режиме, если вы уже сейчас, у вас наблюдаются определенные проблемы. То он вам вообще не написал, то еще что-то. Я думаю, нет. И скорее всего, мужчина будет думать, что вы его просто используете и все. И по лучшему в итоге вы его не узнаете. То есть вам нужно понять, что для вас важнее. Либо узнать его получше и быть с ним, когда придется поступить немного со своими принципами. Либо понять, что стоит за этими самыми принципами. То есть, что стоит, например, за тем, что вы согласились работать 7 дней в неделю без выходных. То само по себе является довольно ужасными условиями, даже с учетом того, что вы эмигрант. Вы эмигрант, но вы не рад. Что стоит за тем, что вы считаете, что по возрасту неправильно целоваться вам. Что стоит за тем, что вы считаете рано приезжать, если вы знакомы 4 месяца. 4 месяца – это довольно большой срок. Ну, даже с учетом того, что вы видите раз в 2-3 недели. Значит. Что стоит за тем, что вы считаете, что переезжать стоит через год. Откуда именно год? Да, вам коллега сказала, что конфетно-букетный период заканчивается через год. Но, во-первых, он может быть и больше, может быть и меньше. А во-вторых отношениях, которые строятся на основе искренности, на основе честности, на основе доброжелательности, на основе эмоциональной взаимности и прочее. Эти отношения выстраиваются по желаниям. Вы хотите к нему приезжать? Тогда приезжайте. Да, это риск, но без риска отношения не построят. Если вы хотите узнать его поближе, другого способа я у вас не вижу. Если вам мешают комплексы, то с комплексами можно поработать. Если у вас есть страхи, то за страхами тоже можно поработать, чтобы их убрать. Но это процесс. И процесс довольно продолжительный, не быстрый. Потому что вам 26, вы с этими комплексами жили, за страхами своими жили. То есть с ними нужно работать. Вот так. А если, например, убрать все ваши блоки, если, например, убрать все ваши противоречия, то вам и станет понятно, стоит ли переезжать или нет. Но для отношений, которые вы хотели бы развивать именно на основании эмоций, не с руки ставить какие-то определенные рамки. Вы хотите сейчас, вы к нему переезжаете. Вы хотите его узнать получше, вы его будете узнавать. Если что-то пойдет не так, вы всегда можете уехать, всегда можете подобрать квартиру, всегда можете подобрать комнату и опять уехать. Я не думаю, что это тогда будет большая проблема. Да, определенные хлопоты, но вопрос, как еще построить вам отношения. Вот в чем основной вопрос. И в этом контексте я бы хотел зачитать то, что вам написала моя коллега. Вот она говорит, что срок приезда для завительства каждый человек определяет сам для себя. Да, и это правильно. Но не только сам для себя определяет человек срок приезда, но еще и с учетом отношений, которые он имеет. Если бы ваш мужчина, например, не говорил бы о будущем, если бы он не говорил про детей, если бы он был бы, может быть, помладше, например, младше вас, ему было бы, скажем, не 31, а 21, то да. Можно было бы говорить о том, что он не серьезный, что он может передумать и так далее. Но вашему мужчине 31 год, и, скорее всего, он, так же, как и вы, понял, что вы его человек. И он хочет с вами семью. Он уже сейчас понимает, что он этого хочет. Тем более, что я уверен, до вас у него были женщины, и ему есть с чем сравнить. То есть, мне до слова не говорить о том, что он не серьезный или есть. Если есть, давайте подумаем, что именно несерьезным в нем вам видится. И попробуем это как-то проработать. Попробуем разобрать это. И будет понятно. А сейчас вы просто хотите, чтобы мы за вас приняли решение. Это не есть хорошо. Поэтому я думаю, вот так можно ответить на ваш вопрос. Очевидно, у вас есть определенные блоки, определенные противоречия, страхи, может быть, даже комплексы. И с этим всем нужно с вами поработать, чтобы убрал фэнды, или хотя бы, чтобы вы для себя признали наличие этих аспектов у вас. Чтобы вы признали наличие вот этих моментов у вас. И чтобы вы поняли, что именно они вас останавливают, а не что-то другое. Например, не ваше убеждение. Такое, знаете, произвольное. То есть вот у меня такая цена, что я считаю, что людям нужен год, чтобы проверить свои отношения. Если вы считаете так, если в этом нет ничего лично вашего, никаких страхов, никаких обоссий, никаких комплексов, ничего, то действуйте исходя из этого. Это ваша личностная активность. И с ней нужно считаться. А вот если есть то, о чем я вам сказал, то это скорее искажает реальность, а не позволяет вам принять правильное решение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.